Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Сливки Общества. Здравствуйте. Она обращала на себя внимание удивительной красотой, белокурая стройная богиня с восхитительным голосом, похожим на переливы чистейшего ручья, равного которому не было. Судьба приготовила этой нежной и сильной женщине много тяжких испытаний и мук, но она пела, пока силы не оставили ее. Презрев угрозу смерти, дала новую жизнь и словно протянула нить своей любви в бесконечность. Оставалась скромной и сердечной, несмотря на бремя славы и головокружительный успех. Многие ошибочно полагают, что Анна Герман – советская певица. Это не так, она родилась в узбекской СССР, но, будучи еще совсем малышкой, переехала в Польшу вместе с мамой и ее новым мужем. Именно там она получила образование и стала известной. Но ее творчество неразрывно связано с СССР. Судьбу Герман нельзя назвать простой и легкой. А своего единственного сына ей так и не удалось узнать молодым парнем. Ее не стало, когда тому было всего семь лет. Со Збигневым-Тухольским, отцом мальчика, Анна познакомилась на пляже летом 1960 года, когда она еще училась на геолога. Мужчина тогда приехал в Вроцлав в командировку. Их встреча произошла в последний день перед отъездом совершенно случайно. Было жарко, до поезда оставалось много времени, и Збигнев решил искупаться. Молодой интеллигентный мужчина подошел к Анне на пляже, где она отдыхала одна, попросил присмотреть за его вещами, пока он будет плавать. Тухольский и Герман разговорились, решили обменяться телефонами и почтовыми адресами. Никто из них даже не предполагал, что это будет любовь длиною в жизнь. Их роман был странным. Встречи в неустроенных гостиницах, бесконечные разговоры по телефону, частые расставания. Редко какой мужчина способен выдержать спутницу своей жизни, артистку. Збигнев выдержал. И не просто выдержал, благодаря ему, Аня стала той Анной Герман, которую мы сегодня знаем. Официально оформят отношения не только спустя 12 лет. Анна все сомневалась, по-настоящему ли она любит Тухольского. К тому же, певица переживала за свою вокальную карьеру, она ею очень дорожила. За долгие годы Збигнев смог доказать любимой женщине свою верность и преданность, став добрым ангелом Анны. Он стал одним из немногих, кто был рядом с певицей, пока она была лежачей больной. После большого ДТП здоровье Анны сильно пострадало. Несмотря на свою популярность, она и ее семья жили в довольно плачевных условиях, а Анна мечтала о собственном доме. В 1966 году ей предложили трехлетний контракт в Италии, и она увидела в этом возможность вырваться из бедности. Впоследствии она несколько раз говорила, что ей не нравится, когда из нее делают европейскую поп-звезду в париках и с ярким макияжем, без отдыха между концертами. И это в конечном счете привело к ужасной трагедии. В 1967 году Анна успешно выступила на фестивале в Сан-Ремо, а затем дала ряд концертов в нескольких городах Италии. Ее продюсер экономил абсолютно на всем. Водитель Герман был одновременно и ее помощником. Во время одной из ночных поездок молодой человек заснул за рулем. Анна вылетела через лобовое стекло и пролетела более 20 метров. Когда к месту аварии подъехала скорая, забрали только водителя, врачи даже не увидели певицу. В больнице спустя несколько часов водитель пришел в себя и стал спрашивать, каково состояние пассажирки. И только тогда скорая помчалась за Анной, которая была уже на пороге комы. Збигнев был все время рядом. Когда певица приходила в себя после страшной аварии, именно он поставил ее на ноги. Когда гипсовый кокон наконец сняли, и именно Тухольский не дал они сломаться, отказаться от любимой профессии. Тогда врачи говорили ей о невозможности стать матерью. Но она пошла наперекор. Пережив столько, Герман решается на беременность вопреки запретам специалистов. На период вынашивания она даже отказалась от приема всех лекарств, чтобы препараты, которые были ей необходимы для поддержания нормальной жизни, не вредили хрупкому здоровью развивающегося в ней малыша. Збигнев-младший родился в 1975 году, когда Анне было 39 лет. Это мой первый мальчик. Рождение единственного сына преобразило женщину. Она будто расцвела душой, будто и не было той страшной аварии в Италии. Анна пела малышу песни, неподдельно радовалась каждому его маленькому успеху. Вот сынок перевернулся, вот чихнул от всей души, вот сделал первый свой робкий шаг. Збигнев-тарший вспоминал в одном из интервью, что каждую свободную минуту любящая мать старалась проводить с сыном, будто была уверена, что судьба отмерила ей совсем немного для семейного счастья. Збигнев-младший рос замкнутым и необщительным мальчиком. Компания, казалось, ему и не была нужна. Одиночество его совсем не тяготило. Среди знающих семью людей долгое время ходили слухи, что Збигневу-младшему был поставлен диагноз аутизм, однако эта информация никогда не обсуждалась публично и официального подтверждения не имела. В 1982 году не стала Герман, ее забрала онкология. Она боролась за жизнь, ей так хотелось узнать, каким вырастет ее сын, но не сложилось. Воспитанием сына занимался Збигнев-старший. Он так и не женился, не мог себе даже такого представить, хотя варианты были, но он однолюб. Да и не хотелось мужчине разрушать и без того хрупкую психику сына. Тухольский отказался навсегда от личной жизни после смерти Герман. С мальчиком помогала и бабушка, мама Анны. Пани Ирма Мартенс дожила до 97 лет, успев одарить внука заботой и лаской, которых не смогла ему в полной мере дать Анна. Збигневу-младшему уже почти 50 лет. Его рост 2 метра 18 сантиметров, и он самый высокий мужчина в Польше. Оба Збигнева живут, как и все эти годы, в том же двухэтажном особнячке в центре Варшавы, приобретению которого когда-то так радовалась певица, заработавшая деньги изнурительными гастролями. Дон давно требует ремонта, но доходов Тухольских на это не хватает. Збигнев-младший стал ученым. Развитию железнодорожной индустрии в Польше он посвятил ряд научных работ, защитил докторскую диссертацию. Збышек пользуется авторитетом и уважением коллег, как эксперт в вопросах железнодорожного транспорта. Наследник Анны – замкнутый мужчина. У него нет друзей, он не общается с малознакомыми людьми, просто сторонится их. У него очень тесный круг общения, в который он никогда не пускал журналистов. Нет ни одного интервью с ним, а желающих много до сих пор. Единственный сын Герман никогда не был женат, детей у него нет. Он пошел в отца, также сильно интересуется техникой, но и от мамы у него хорошие вокальные данные. По молодости он пел в церковном хоре, а вот песни Анны, Збигнев-младший, не слушает с самого детства. Слишком тяжело для него слышать голос близкого человека, чье прикосновение уже нельзя ощутить. Отец и сын живут скромно. У супруга Анны небольшая пенсия, у сына скромная зарплата. Доходов хватает на самый минимум. Они бы могли быть гораздо богаче, так поступают многие родственники знаменитостей. Збигнев-старший и младший могли торговать подробностями жизни Анны Герман, смаковать детали, вываливая на общий суд, что нужно и не нужно. Но не делают этого, бережно охраняя память о ней. Никаких отчислений за творчество Анны отец и сын не получают. Ставь лайк, если видео понравилось и не забудь подписаться. Впереди много интересного!